Меня зовут Григорий, я на самом деле разработчик, и уже, наверное, лет 20, как я делаю софт. Я делаю его сам вот этими вот лапками, я помогаю командам его делать, я консультирую команды, как его делать, и, конечно же, я помогаю командам тестировать. И во всех моих выступлениях, когда я рассказываю про разработку софта, я люблю заходить сначала, выстраивать фундамент, что много-много миллионов лет назад, когда космические корабли еще не бороздили Тихий океан, почему мы вообще тестируем софт? Ну, мы собрались на конференции, посвященной тестированию, и поэтому неплохо было бы мне, наверное, рассказать, что я думаю про то, нафига нам вообще тестировать софт. Почему нельзя просто сесть и сделать нормально? Ну, казалось бы, разработчики, у них высшее образование, они там, не знаю, инженеры или математики, вот, они выучили математику, ряды, алгоритмы, структуры их данных, у них, может, даже есть красный диплом какого-нибудь МГУ. Почему бы им не сесть и не сделать правильно с первого раза? Ну, они что, дураки, что ли? Почему тестировать-то надо, чего они делают? Вот. Если почитать современные учебники про нейрофизиологии, то оказывается, что не все так просто, и наш мозг, это, конечно, замечательная, крутая штука, но у него есть чисто физиологические ограничения. Например, кошелек Миллера. Мы не можем держать в фокусе внимания много разных штук. Конечно, если мы привыкли на что-то смотреть, например, игральные карты, мы можем штук на 30 на столе посмотреть и сразу все понять, что у нас с Rainbow Flop. Но вообще, если мы пишем какой-то код свой или читаем чужой, то у нас 7 плюс-минус 2 разные штуки. И поэтому в процессе софтостроения у нас возникает такая штука, как проблема сложности. Типичная программа, даже ее маленький кусочек, который пишет разработчик, она содержит сотни, тысячи разных частей, и разработчик просто физически не может их все поместить в свой фокус внимания, чтобы самому понять, как же работает то, что он делает. Это в целом не единственная такая область. Если взять, ну не знаю, физико-ядерщика, который собирает ядерный реактор. Ядерный реактор — это тоже нифига не простая штука, в нем тоже много движущихся частей. Возможно, больше, чем в каком-нибудь, не знаю, мессенджере там-там. Почему же ядерный реактор более-менее работает, а современный софт, который мы пишем, надо тестировать, и вообще все сложно? Потому что в софте у нас есть еще одна беда-печалька — нулевая цена копирования. В отличие от традиционных инженерных дисциплин, когда мы написали какой-то софт, им сразу могут пользоваться все. Он мгновенно копируется. Это как написать книжку. Нам не нужно одну и ту же книжку писать много раз, постепенно улучшая наши скиллы. Также и программисту не нужно много раз писать один и тот же мессенджер, каждый раз улучшая свои скиллы, делая чуть лучше, накапливая опыт, запоминая предметную область, как это делается в традиционной инженерии. Нулевая цена копирования не позволяет нам хорошо аккумулировать знания. И поэтому софт, который мы создаем, в нем очень много багов, все это надо тестировать, мы собираемся на конференции, общаемся, как же это делать. Я пришел к вам с телефонией. Это моя профессиональная область. Мы в Vox Implant делаем телефонию для JavaScript-разработчиков. Звучит немножко безумно, но да, у нас есть облако, которое может принимать звонки, может звонить само, а JavaScript-разработчики могут этими звонками управлять. И вот уже больше пяти лет мы предлагаем людям эту штуку, а для того, чтобы она работала хорошо, мы ее постоянно тестируем. Современная телекоммуникационная платформа, она не только звонки, она еще и видео, она еще и мессенджинг, потому что клиент приходит и говорит, блин, у вас так клево, звонки. Но вообще мы обучаем английскому языку, и у нас не только колл-центр, у нас еще программа обучения, мы хотим уйти со скайпа. Как бы нам видеозвонки через браузер делать, чтобы наше было МИО. А знаете, Vox Implant это может, вот SDK-шечки. А потом они возвращаются, говорят, ребята, это клево, у нас там еще общаются текстом, у вас мессенджинг есть. Мы говорим, да, 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 SDK-шечки, все, у нас Unified Communications. Вчера Наталья Притнева уже рассказала про тестирование видео. Про мессенджинг последние два года не рассказывает только ленивый. Поэтому я не буду растекаться мыслью по этому немаленькому залу и буду рассказывать исключительно про звук и про голос. Вообще, как работает телефония для разработчиков? Таких платформ не так много. Есть мы, есть Twilio в Штатах, и, пожалуй, на этом хороший список заканчивается. Телефония для разработчиков работает следующим образом. Есть телекоммуникационное облако, наше, например, которое соединено с другими телеком-операторами с Мегафоном, Билайном, МТТ, всякими разными Рунексисами, о которых вы никогда не слышали. И когда, к примеру, клиент арендует номер у нас или подключает свой и звонит с сотового телефона на этот номер, звонок попадает к нам в облако, где сразу же выполняется JavaScript и начинает этим звонком управлять. То есть отвечать, синтезировать, распознавать голос, звонить из облака на несколько номеров, кто ответил, соединять и решать всякие разные бизнес-задачи. Что в такой штуке может сломаться? Ну, на самом деле, сломаться тут может все. Вот, например, микрофон. Да, если он продолжит включить, его, наверное, надо будет снять. Первое и самое такое, что приходит на ум, это стыки с другими телекомами. Ну, стыки бывают совершенно разные. Телекоммуникационная индустрия, она довольно пожилая. У нас есть такие старые коробочки с E1, куда приходят большие кабеля. Есть какие-то современные интерфейсы взаимодействия SIP, RTP. Есть огромное количество UDP-пакетов, которые между нами ходят. И все это, конечно, может ломаться. У нас есть наш собственный движок для работы с JavaScript и звонками. Ведь наша платформа — это не браузер. Нам не надо JavaScriptом рендерить веб-странички. Нам надо JavaScriptом отвечать на звонки, звонить самим, распознавать голос, синтезировать голос, записывать голос, организовывать конференции и многое-другая телеком-функциональность, которую каждый день пишут наши программисты. Их много, функциональности много. Они запилили какую-нибудь, не знаю, детекцию голосовой почты с помощью искусственного интеллекта и машинного обучения. И все это может сломаться. Потому что, как я сказал 8 минут назад, в фокусе внимания мы можем держать примерно 7 штук, а определить голосовую почту с помощью искусственного интеллекта, ну, там много движущихся частей. В окружающем мире много движущихся частей оно ломается. Плюс звонки вообще, когда подходишь к обычному человеку и спрашиваешь его, Вася, Вася, а что такое звонок? Василий говорит, ну как, что такое звонок? Вот я беру сотовый телефон, вот он, и звоню Пете на такой же сотовый телефон, вот он звонок. То, что в звонке на самом деле есть две телеком-ноги, входящий звонок в телеком и исходящий звонок в телеком, а между ними есть всякий абонент временно недоступен, который происходит в телеком-облаке, это уже нюансы. И более сложные кейсы звонков, это когда человек звонит на номер, а облако распределяет этот звонок, например, на веб-страницу, а потом распределяет другому оператору на мобильное приложение, а потом распределяет еще директору, потому что ему надо участвовать в конференции, и это будет какой-нибудь Яндекс мобильный браузер на старые версии Андроида. И все вот эти звонки должны бесшумно коммуницировать друг с другом, чтобы люди друг друга слышали с хорошим качеством. Вот, я пришел вам сюда рассказать, как такую штуку вообще тестировать, какие есть сложности и что как. Ну, казалось бы, что сложного в тестировании этой штуки? Берем студента, сажаем его в офис, говорим, вот телеком-облако, тестируй, родной. И студент берет кучку телефонов, начинает звонить с одного телефона на другой, заходит в админку, пишет JavaScript, смотрит, как работают разные функции. Но, к сожалению, не все так просто. К примеру, стыки между телекомами. Телекомов реально разных много. И если мы успешно позвонили с мегафона на Beeline, это совершенно не факт, что звонок в обратную сторону с Beeline на мегафон также пройдет. Потому что телеком, он, к примеру, может нам замечательно отдавать УДП-пакеты, а обратно он у нас УДП-пакеты не примет, потому что вот так сложились звезды, что они вчера настраивали фаервол. Это все надо тестировать. Более того, у нас очень много комбинаций. И даже если мы обложимся всякими разными мобильными устройствами, в техподдержку все равно будут приходить... Знаете, я тут звоню с Android 4.4, у меня браузер с белочкой, и вот звонок квакает. Ты смотришь на это и думаешь, блин, он квакает, потому что звонят с мобильного телефона, потому что у него плохой интернет, потому что у провайдера сейчас какие-то проблемы, потому что в облаке какие-то проблемы, или просто потому что браузер с белочкой. А еще технология WebATC, которая как раз позволяет звонить из браузеров и в браузеры, это достаточно новая технология. И когда ее сделали несколько лет назад, основная идея авторов была довольно странная, что, ребят, ну вы понимаете, звонки голосовые, это еще куда не шло, но когда эти котики начинают звонить видео звонками в 4К, ладно, фиг с ним 4К, хотя бы Full HD, это же петабайты данных, которые начинают ходить через сервера, интернет умрет. Поэтому если мы хотим обеспечить нормальные звонки через браузеры, сказали инженеры Гугла, Microsoft, Apple, то нам надо, чтобы эти видеопотоки как-то ходили между браузерами. Поэтому ключевой фундаментальной функциональностью WebATC является пробивание сетевой инфраструктуры и осуществление peer-to-peer звонков между браузерами. Для этого они используют сложную штуку на traversal с stun-серверами, turn-серверами, ICE-фреймворком и другими механиками, которые регулярно ломаются. То есть человек звонит с сотового телефона, который подключен к домашнему Wi-Fi-раутеру, и все нормально. Он выходит на улицу, подключается к MT-free, и неожиданно оно прекращает звонить, потому что дома оно использовало peer-to-peer по IP-адресам, а MT-free оно огорчилось и решил пойти через stun-сервер, через turn-сервер, а turn-сервер неправильно настроен. И все это надо тестировать. Но самое интересное, это, конечно же, звук. Потому что, когда мы тестируем технические части, ну, оно либо звонит, либо не звонит. Браузер либо смог с помощью JavaScript API WebATC установить peer-to-peer соединение, либо не смог. Звук в звонке либо пошел, либо не пошел. Гораздо интереснее, когда звук у нас пошел, но не туда, и не тот, и вообще странный. Самое частое обращение в нашу техподдержку – это не то, что у вас что-то не звонит. У нас там все хорошо, оно звонит, мы мониторим нашу инфраструктуру, мы тестируем. Самое частое обращение – знаете, какое-то не очень хорошее качество голоса. Вот курьеры звонят своим клиентам, и, знаете, оно иногда квакает. Вот вам 10 записей, разберитесь, пожалуйста. Потому что, когда у нас начинает идти звук по этой вот всей длинной цепочке целиком операторов, облаков, от одного сотового телефона с неустойчивым приемом к другому сотовому телефону с неустойчивым приемом, с этим звуком может случиться всякое разное. Когда он идет между телекомами, большую часть своей жизни он идет УДП-пакетами, которые могут теряться. Они собираются с помощью технологии джиттер-буфер, причем в процессе они могут собираться много раз. И, наконец, если пакет совсем потерялся, и его нету, миллисекунд 10 или даже 20, то с помощью технологии PLC звук склеивается, так что мы слышим голос без квакания. На самом деле, в современной инфраструктуре, когда мы звоним с одного телефона на другой, до 10% потерь пакетов мы не услышим. Уменьшение качества звука просто потому, что алгоритм PLC, он склеит это все. А если, к примеру, в сети случится лаг, и часть пакетов потеряется, то PLC замедлит воспроизведение, а потом ускорит. Это математика, которая реально старается, чтобы мы слушали голос того, кто нам звонит, а не кваканье, скрипы, шупения и фоновые шипы, шумы. Тем не менее, мы регулярно их слышим, и какие-то логи и запись, которые мы ведем в облаке, они не всегда нам могут помочь. Потому что, к примеру, когда мы пишем в облаке звук, все вот эти пакеты, которые не то чтобы потерялись, а задержались на несколько секунд в инфраструктуре, облако-то подождет, и потом в MP3-шку доложат. А у клиента это все превратилось в полторы секунды тишины, потом быстрая-быстрая речь, а потом оно немножко поквакало. Поэтому мы, тестируя такую штуку, очень хотим сравнить звук на входе и на выходе. То есть, вначале мы хотим убедиться, что оно вообще звонит, а потом мы хотим убедиться, что тот голос, который мы подали на вход, он же, ну или что-то похожее, получилось на выходе. Тогда мы, как авторы платформы, можем сказать, ну, Vox Implant работает неплохо, наша инфраструктура держится, и борьба с мессенджером нас не сильно задевает. Как сравнивать две аудиозаписи? Казалось бы, любой студент может в Гугле набрать, как сравнить две звукозаписи или how to compare to audio streams и сразу же найти решение. Но нет. Это не такая простая задача, к сожалению. Я специально, когда готовился к этому докладу, поискал в Гугле. Я поискал 5 минут, я поискал 10 минут, я поискал полчаса, потом пришел к нашим инженерам, спросил, ну, ребят, я что, неправильно ищу в Гугле и в Яндексе? Они сказали, не-не-не, Гриш, на самом деле правильно ищешь, просто там все сложно. Потому что сырые данные звука нам чуть менее, чем бесполезны. Вот эти вот все байтики, их там много. Это 8 килогерц, 16 бит, минимум десятки тысяч байт в секунду, и если звук хоть как-то поменялся, хоть где-нибудь у провайдера сработало PLC, чтобы склеить обратно синусоиду, или звук чуть замедлился, или звук чуть ускорился, или какой-то из телеком-операторов решил громкость поднять, потому что почувствовал, что там работает шумодав, и если не поднять громкость, не услышит никто никого, то все. Это будут совершенно разные наборы данных, которые в лоб сравнивать бесполезно. Поэтому телеком-инженеры сравнивают их не в лоб. Они проводят спектральный анализ с помощью преобразования в фурье, и благодаря этому огромное количество сырых звуковых данных у них схлопывается до небольшого количества ключевых характеристик, так называемая сигнатура звука, которая потом и используется для сравнения. Я думаю, многие из вас использовали эту фишку. Есть такой замечательный сервис Shazam. Мы записываем музыку, нажимаем на кнопочку «Определить», и Shazam говорит с высокой степенью достоверности, что же это такое играло. Они просто посчитали такую сигнатуру для огромного количества музыкальных композиций, затем, когда мы что-то играем, они считают сигнатуру для записанного и потом сравнивают с помощью своих алгоритмов. И они даже рассказывают, как. Но, к сожалению, они раскрывают не всю информацию, потому что, когда мы производим вот это преобразование в фурье, нам важно не столько само преобразование в фурье, а сколько постпроцессинг этих получившихся данных и коэффициенты. А при сравнении нам важен способ, каким мы вот эти вот 10 параметров будем сравнивать друг с другом, они же немножко разные. И вот, к сожалению, эти-то настройки алгоритмов, они и не разглашают, говорят, что, ну, ребят, вы взрослые мальчики, а дальше все очевидно. Ну, очевидно, что в этом их бизнес-интерес, кто же будет рассказывать информацию, которая позволит повторить сервис. Тут на сцену врывается Python, который традиционно рулит в тестировании, и в Python действительно есть много неплохих библиотек для работы со звуком. Проблема заключается в том, что ни одна из них не решает в лоб задачу, как сравнить две записи звука и получить адекватный для нас, как специалистов по тестированию, результат, вроде там, совпадают с вероятностью 73%. Это нет. Python предлагает довольно-таки низкоуровневые механизмы, математика, формулы, а коэффициенты к этим формулам и как потом сравнивать получившиеся результаты, пилите сами. Мы в Oximplante пилим сами какие-то свои эксперименты, с интересом смотрим на PESC. Это одно из немногих готовых решений, C-шное либо, которое позволяет сравнивать два записи звука, но с большим количеством оговорок и натяжек, к сожалению. Поэтому мы открыты ко всему новому, интересному. Процесс длится уже больше пяти лет и пока не завершится. Второй поинт, который я хочу вам рассказать, это как тестировать все автоматически. Потому что, когда кто-нибудь из нас это все записал, сравнил и сказал, ну да, вроде бы новая конференция, работает нормалек, можно выкатывать на прот. Это, конечно, прикольно, но как мы через неделю определим, что следующий код, который мы протестировали и хотим выкатить на прот, не поломает все нафиг. Там математика, куча движущихся частей, сишечка, джава, даже PHP есть и кошелек Миллера. 7 плюс-минус 2. Ну, считаем, что 5 движущихся частей может держать в фокусе внимание программист, когда пишет пятитысячную строчку кода. Очень много комбинаций. Если перед каждым релизом тестировать все возможные варианты, звонок с телефона, на холодильник, в конференцию с мобильным приложением, и потом еще позвонить из браузера с белочкой, с какой-нибудь новой версией IAC, то наш тестировщик, все наши тестировщики сами себя загрызут. Поэтому мы стараемся все автоматизировать. Современные браузеры, на которые приходится большая часть тестирования, умеют мокать, WebITC. Что значит мокать? Это значит, мы запускаем браузер в отладочном режиме, и через командную строку или через DevTools и передаем ему WAV-файлы и говорим, что вот, когда у тебя тут будет звонок, вместо микрофона используй этот WAV-файл, а результаты потом пиши в другой WAV-файл. А потом мы это все автоматически песком будем сравнивать. Но браузеров много, моки у них работают по-разному, моки у них работают не всегда, поэтому на практике лучше всего работают виртуальные драйвера звуковых карточек. То есть вы берете операционную систему, бокс, на которой вы раскатываете автоматическое тестирование, ставите туда виртуальную звуковую карточку, и далее у вас в терминале появляются волшебные команды передать WAV на вход и получить WAV с выхода. А звуковая карточка определяется в системе как обычное звуковое устройство, которое можно выбрать устройством по умолчанию, которое можно выбрать в браузере, когда он говорит, знаете, тут страница вам позвонила, через какие колонки звук играть будете, через какой микрофон голос писать. Эта карточка замечательно определяется. Более того, современные эмуляторы и симуляторы мобильных устройств, на которых это все автоматически тестируется, они штатно могут прокидывать звук на хостовую операционную систему. Ну, чтобы разработчик мог тестировать на своем макбучике звук, который проигрывает эмулятор айфончика. И если на этом макбучике еще установлена виртуальная звуковая карта, то эмулятор начинает передавать звук в другой эмулятор, где он в конце концов оказывается в WAV или в флагфайле, с которым мы уже можем работать для тестов. Если вы хотите попробовать такую штуку в своем окружении для тестирования, вы можете нагуглить Virtual Audio Cable, который именно так называется для винды, есть аналог для мака и в целом для большинства популярных операционных систем, обе которых я уже назвал. Плюс, если вы хотите тестировать Android и iOS, к нашему счастью, у них код. Если не писать на C, а писать на Java и на Objective-C со свифтом, он поддается рефлексии. То есть вы можете взять приложение и в рантайме, к примеру, заменить ему ту функциональность, которую операционная система делает мьют, или повышение громкости, или поворот экрана, или чего-нибудь еще, и совершенно автоматически протестировать, как ваш код будет себя вести в этой ситуации. Так у нас собраны неплохие юнит-тесты, которые тестируют Android, iOS-код полностью в автоматическом режиме, на эмуляторе мы убеждаемся, что он у нас работает, и вот этот, этот, и вот этот коммит его не поломал. Пора подводить итог, потому что у меня осталось целых три минуты до вопросов, что я могу вынести из последних несколько лет, которые мы тестируем звук в наших системах. Ну, первое. Сотовые звонки, несмотря на то, что автоматизации поддаются, то есть мы можем через наше облако позвонить, например, на мегафоновский номер, потом звонок вернется обратно в наше облако, а потом позвонить на еще какой-то номер там записать. Это получается слишком сложное тестирование, в нем слишком много движущихся частей, и непонятно, что изолировать. И когда такой тест фейлится, то больше всего времени занимает вопрос, а оно у нас пофейлилось, или где-то еще. Поэтому тестирование именно сотовых звонков в данный момент лучше всего делать руками и также руками, точнее, ушами слушать, не поломался ли там голос совсем. Для всех остальных кейсов очень хорошо делать автоматизированное тестирование на Python, который как раз управляет этими виртуальными звуковыми карточками, запусками эмуляторов, сравнением голосовых файлов и так далее. Больше всего боли с браузерами. То есть, если звонки между телекомом, они 99% времени работают нормально. Что-то неприятное случается, когда кабель между Москвой и Питером физически выкапывают экскаватором, и час не звонит никто и никуда. Во все остальное время со звонками нормалек, с браузерами не нормалек, потому что современный браузер, он более-менее научился открывать Порнхаб и не падать. А вот когда на него приходит звонок, не дай бог, видеозвонок, а потом в другой вкладке звонят с него, а это мобильный браузер на старой версии Андроида или на новой версии АС, все, тушите свет, оно падает, оно перестает передавать звук, оно начинает передавать звук странным образом, оно не проигрывает звук, оно в случайный момент времени прекращает проигрывать звук, просто полнейший набор спецэффектов. При этом самая большая неприятность заключается в том, что в современных телефонах встроен шумодав и эходав. Когда я говорю, что он туда встроен, это не просто какая-то галочка, это фундаментальное свойство современного сотового телефона. То есть, если сейчас после конференции на автопати, сидя в каком-нибудь баре, где вокруг шум, я возьму современный сотовый телефон и с него позвоню, меня услышат. И для того, чтобы меня услышали, тут есть два механизма, которые просто вот Samsung встраивает в операционную систему и отлаживает последние 10 лет. Это шумодав, который пытается в том, что я говорю с помощью дополнительных микрофончиков сложной машинерии понять, что из этого мой голос, что из этого шум, и шум убрать. И эходав, потому что говорю не только я, еще говорит мой собеседник, иногда одновременно со мной, и у него тоже какие-то фоновые шумы, которые прорываются из динамика, точно так же слушаны и в микрофоне. Поэтому телефон активно пытается понять, что же ему не передавать обратно. Эти механизмы работают большую часть времени, а меньшую часть времени они глючат, причем глючат жестоко. Когда мы звоним в колл-центр, в колл-центре отвечает девочка, но вот немножко что-то в гарнитурке недонастроили, может чувствительность микрофона, может просто гарнитурка старенькая, и шум колл-центра начинает немножко синхронизироваться с ее голосом, в результате шумодав, встроенный, к примеру, в винду начинает резать все. Девочка просто начинает пропадать на несколько секунд, то есть я слышу, слышу, а потом не слышу. Это не проблема в Oximplant, это проблема гарнитуры, колл-центра, фоновых шумов и, например, версии реалтековского аудиодрайвера, в который этот шумодав частично встроен. И это все очень тяжело тестировать и изолировать. А помогает нам виртуальная звуковая карта. В целом мои коллеги говорят, что Гриш, ну что ты так любишь виртуальную звуковую карту, ну есть же всякие программерские способы, мокоть и так далее. Мне виртуальная звуковая карта очень нравится тем, что она простая, как лапоть. Мы ее ставим в операционную систему, на которой у нас тесты запускаются, мы говорим, что она дефолтная и после чего все, у нас никаких проблем. Какой бы браузер мы не запустили, он будет считать, что микрофон этот вот этот вот вав-файл и будет записывать то, что приходит в звонок в другой вав-файл. У меня осталось, ну у меня уже практически не осталось времени, поэтому я завершу свой доклад словами, что мне очень нужны помощники в команду, которые помогут мне это все тестировать. Оставшееся время на конференции я буду на кофе-пойнте, пожалуйста, подходите, давайте пообщаемся, а сейчас я готов ответить на ваши вопросы. У нас целых 12 минут, прошу вас. Спасибо за вопрос. Мне в принципе два вопроса, немножко, чуть в сторону. Понятно, что в золотом сценарии для этого достаточно в золотом сценарии у нас есть всякие рая, т.д. мы в грандске и так далее. И вот вопрос, как инвестируете в прохождении всего этого, потому что во все стороны вы по-разному. Где-то вы начинаете музыку играть, не на предосводе, что-то делать, и где-то у вас понимаете голос. Но как вы это вопрос? Это очень хороший вопрос, потому что позволяет немножко путья и сомплана. Прекрасно, что мы используем JavaScript в облаке для управления сценарием является очень сильной стороной. После того, как мы для наших клиентов протестировали само облака, убедились, что оно принимает звонки, звонит и нормально выполняет JavaScript. Все, что нужно для тестирования конкретных бизнес-кейсов, IPR, всех этих тысяч строк JavaScript-кода, это просто взять JavaScript-код и потестировать его. То есть то, что в облаке VoxerPlan управляет звонками, это совершенно обычный JavaScript-код, это вместо объекта браузера, у него есть объект VoxEngine, у которого можно вызывать методы Accent Call, Report, Say и так далее. Оно все умолкается, и наши крупные клиенты, такие, как, не знаю, Bitrix24, которые делают звонки через нас и там Яндекс здоровья, которые делают в видеозвонке, они просто промокуют эту оппичку, тестируют JavaScript-код, и не всегда все работает. То есть HighVR это набор IPR, она тестирует ими тестов в ВОА. голосовой внутри проверяет поток сгравления голосовой как бы сгравления 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 Мы проверяем на простом сценарии, что наша платформа может принять голосовой видеопоток, микшировать его внутри любым способом и отправить. Если простой сценарий работает, то дальше сценарий любой сложности работает, потому что это фундамент, а дальше JavaScript. Это две части, которые хорошо работают сами по себе. Есть конечно очень тонкие нюансы, например когда JavaScript пытается вылезть из песочницы, то есть огромный JavaScript получился. Там могут быть нюансы, потому что звонков стоят миллионов и каждый звонок может криптовалюту манить. Но это уже нюансы. Если наша платформа работает и JavaScript от клиента работает именно как JavaScript код, то в резюнтирующих звонках все будет хорошо. Спасибо. Следующий второй вопрос сразу отсюда вы текает. У вас тогда получается комбинатор или вы проверяете чисто символ звонки и после этого считаете, что комбинаторная печь у вас будет зашивиться всегда? Мы проверяем комбинаторно именно комбинации. То есть у нас есть несколько входов для звонка в нашу платформу. Звонок может прийти с телефона, с пеп-страницы, с мобильного приложения, по СИПУ. Платформа сама также может позвонить, он может соединить один голосовой баток с одним, учитывая, что входящий и исходящий это четыре комбинации. Мы можем сделать так, что оператор например оппонента слышит, а в нажатии кнопки оппонента оператора нет. Плюс мы можем сделать конференцию, где голосовые видеопотоки мешаются нужным способом. Когда мы все эти комбинации протестировали автоматически, мы можем сказать, что обувь звонит нормально, JavaScript работает, теперь фигачите любой JavaScript. Коллеги, еще вопросы? У нас есть целых шесть минут. у вас тест биллинга вообще нет? Ну, оценки? Есть, конечно, тест биллинга. У нас еще есть тест системы искусственного интеллекта, который определяет голосовую почту, тест-система, который записывает голос и видео в разных форматах, тест-системы распределения очередей по полцентру и других движущихся частей платформы. В докладе я рассказывал про голос, но все-таки конференция не резиновая. Да, естественно, есть тест биллинга, но биллинг он в целом простой. Платформа длится пульминутно, то есть тот же Bittrex24, когда он принимает звонок на веб-страничку, каждую минуту звонка стоит сколько-то копеек. И когда оператор звонит в Африку, то каждая минута звонка тоже стоит сколько-то копеек. У нас есть облах физических серверов, их много по всему миру, они как-то друг с другом общаются, есть биллинг сервера, они получают информацию с медиа серверов, что сессия началась, вот был звонок, вот закончился, вот сессия закончилась, и соответствующим образом это билет и с аккаунта снимают, а потом заработчик аккаунт может пополнить кредит, перевыстрить счет или как-то еще облатить. Там ничего сложно. Спасибо. Сказал человек минуту, рассказывающий как он работает. По сравнению с тестированием звука это реально ничего сложного. Мне интересно как можно вообще расстроить процесс взаимодействия с заработчиком с самсунгом. Если у вас есть эти баги, то мы точно уверены, что с вашей стороны все нормально, как-то вы как-то репортите принципы, что они на вашем виде, это большинство рекорды, как-то у вас построены? Мы их репортим, то есть мы регулярно репортим баги в промо, файрфокс, гугл, литве, патиси и так далее. У нас в целом сильная команда инженеров, такие телефонщики, опытные, там, большие специалисты по СИБУ, ФТФ, ФДЖСИП, и каждый раз, когда они разбирают хром, плачут и видят, как он правильно передает статистику или падает при получении медиапотока, они делают любо крепор, и через несколько лет это вообще не сам. Пока оно не починилось, мы стараемся применять магию, менять медиапоток на наших серверах, патчей СДП, чтобы у клиентов ничего не падало, потому что, когда ты звонишь доктору через платформу видеосвязи, через браузер, ты ожидаешь, что в хорошем качестве будешь видеть доктора, и у тебя через 15 минут от начала звонка, когда ты в веб-камеру показываешь, так сказать, филийную часть с чем-нибудь, ничего не упадет. Очень хочется, чтобы не падало, поэтому мы стараемся. У нас еще есть три. Здравствуйте, меня зовут Евгений. У меня вопрос по поводу фичи про шумоподавления о покупателях, как вы дошли до такой жизни, как вы это обновили. И сейчас, когда, допустим, техподдержка приходит жалоба, потому что в ходу шумоподавления слышно, можете ли вы и какие-нибудь методы явно оценивать, что из-за этого было не просто подавление, как вы подавление на Саксунду и кто-то служит на Саксунду. Спасибо за вопрос. Я не буду на нас пиариться, я буду жаловаться на жизнь. А как мы к такой жизни дошли? Мы занимаемся коммуникациями 10 лет, платформу мы продаем уже больше 5 лет и у нас тысячи клиентов, много инженеров техподдержки и, знаете, они пишут, они пишут, то есть клиентов много, и прямо приходят клиенты и говорят, ребят, вот у нас полцентра, 50 человек, вот у нас сложная логика распределения и вот знаете, что-то некоторые клиенты жалуются, что вот, вот логин. Далее мы смотрим по логам. Наши СДК, когда идет звонок из браузера или браузер СДК, он забирает свои ботиси сносичнику, то есть сколько было потерь пакетов, какого размера джитер-буфер, а наши сервера, сервера, написанные нами на сишечке, там для нас нет никакой магии, они тоже пишут всякую разную статистику, какие пакеты пришли клиента, какие пакеты ушли клиенту, что мы ему сказали, что он ответил, вся вот эта история. И по этим данным мы можем хорошо диагностировать проблему. В тех небольших объемах кейсов, когда мы не можем диагностировать проблему быстро, у нас есть дополнительные сервисы, складочные режимы, эхо-тест, то есть мы бросим клиентов, ну окей, включите в SDQ-E эту галочку, и пусть еще оператор позвонит вот через эту нашу техническую вверхстраницу, где мы запишем его звук, проиграем обратно и так далее, а еще вот этот тулзой, пусть он пролилит сетку, и если я вам покажу экран своего ноутбука, экрана, то вы увидите, что, например, вот это вот зелененькое нечто, которое у меня в нижнем правом углу, да, это параметр КПУ DCR, который отслеживается во реальном времени, современная операционная система так могут, поэтому если эту штуку показать оператору, и у него во время звонков например, КПУ становится красным, то передать еще и так. да, так он уже есть сейчас да так, я думаю, мы теперь посмотрим на главный вопрос че, как? Угу итак, пробовали вы использовать SIGAS для автоматизации тестирования качества сотовой связи. Мы на самом деле постоянно экспериментируем с разными системами, вот, и смотрим, что нам больше подходит по поводу SIGAS, но это все-таки не совсем наш кейс, а этот вопрос я предлагаю обсудить чаще ЧК и КОФЕ. тестирование на разных платформах делает одна команда или есть команда со специализацией. Нас вовсе всего 60 человек. Ну, понятно, что примерно половина занимается разработкой, все-таки мы не только целиком оператор, но и IT-компания, которая делает платформу для JavaScript-разработчиков. мы совмещаем, то есть ребята из тестирования пишут автотесты, разработчики помогают делать тестирование, DevOps помогают настраивать автоматическое тестирование. Мне очень-очень-очень нужен больше коллег, которые помогут мне это все тестировать. Давайте вместе попьем кофе. Есть ли выделенные сервера тестирования? Да, конечно. В самом нашем области у нас есть продовский RIG, есть DEF RIG, плюс у нас есть отдельные боксы MAC-mini, на которых к примеру собирается нативный AS SDK, тестируется в Safari в эмуляторах AS, симуляторах точнее, тестируются звонки из мобильного Safari на мобильной Safari. Разрабатываете ли вы мобильные приложения, используете только мобильный браузер. У нас два нативных SDK, Android SDK написано на Java и на C, а есть SDK написано на Java и на C, плюс у нас есть фильтрский SDK, это реактивный SDK, который позволяет на Java спектре фигачить, он внутри использует два нативных у нас есть Unity SDK, который позволяет на Java с как с шарп фигачить, он внутри тоже использует два нативных, но и мы очень внимательно смотрим в самарин, просто облизываемся. Сколько у вас автотестов, кто занимается их поддержкой? их поддержкой занимается команда тестирования, подающая еще новых коллег и разработчики. Например, я регулярно захожу и смотрю, что как. А сколько я вам скажу там, в той чащечке кофе, в данный момент в сентябре. Все, спасибо.